Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня у нас для вас новая игра. За окном октябрь, а это значит, что уже месяц как дети ходят в школу, готовят домашние задания, учатся и прилежно занимаются. И сегодня мы покажем вам игру, которая внесет разнообразие и веселье в те задания, занятия, которые для школьника кажутся скучными и не всегда интересными, а именно решение примеров. Для этого нам понадобится лист формата А4, ножницы, маркер и вот такие вот стикеры для заметок, которые продаются в канцелярских магазинах. Я думаю, что если их дома у вас не окажется, их легко можно будет приобрести. Что же мы будем делать? На листе формата А4 мы рисуем мордочки. Различные веселые мордочки. Можно рисовать мордочки животных, динозавров, кого угодно. Я в данном случае нарисовала лица людей и внесла некое разнообразие в их лица, чтобы было веселей. То есть они у меня все с разным выражением лица, с разными глазками, носиками, но это не суть важна. Основной элемент здесь как раз стикер. Что мы делаем со стикером? Мы приклеим его на голову и в данном случае это будет как бы образно волосы у данного человечка. И внизу, как бы на лбу, да, у этого человечка мы располагаем примеры, которые нам нужно решить. В чем веселье и в чем польза, скажем так, данного занятия? В том, что ребенок наглядно, то, что кажется ему сложным, наглядно всегда решается проще. Наглядно будет решать эти примеры с помощью ножниц, стикеров, которые разрезаны на определенное количество частей. И, собственно, больше нам для этого ничего и не понадобится. Мы начинаем объяснять ребенку, что у человечка есть определенное количество волос. В данном случае эта цифра изображена в начале примера. То есть, если мы решаем пример 5-2, то стикер у нас разрезан на 5 частей. Раз, два, три, четыре, пять. И нужно убрать у него лишние 2 волоса. И тогда мы узнаем, сколько волос на голове у него останется. Вот условно такая задача будет для ребенка. И при этом мы решим такой, какой-то скучный пример 5-2, таким образом, чтобы ребенок понял, сколько же волос останется у человечка, если он решит этот пример. Ребенок получает в распоряжении ножницы. И, собственно, два лишних волоса он отрезает. Раз, два. Наглядность, да? Опять же, вот он видит, что это два. Раз, два. Мы убрали. Сколько волос у нас у человечка осталось? У человечка осталось раз, два, три. Соответственно, ребенок берет маркер, ручку, что угодно, и пишет равно 3. Собственно, скучный и непонятный до этого пример превращается в понятный, веселый и интересный. Таким образом, можно решать примеры, я думаю, что в пределах 10 точно. Если порезать чуть мельче, да, в данном случае у меня, например, 6-3, то здесь я, соответственно, разрезала стикер на 6 частей. И, соответственно, таким же образом мы убираем лишних три волоса и узнаем, что 6-3, это оказывается 3. В процессе создания этой игры я подумала, почему бы не, почему все примеры у меня здесь на вычитании, почему бы не придумать что-то на сложение. Чтобы это тоже было наглядно и весело. И я взяла вот такие вот маленькие стикеры, которые уже как бы разрезаны, да, можно сказать, на такие мелкие части. И я подумала, что если, например, добавить вот этому человечку 3 волоса, написать пример чуть ниже, например, не на лбу, а вот здесь, и написать, например, 3 плюс 2. Сколько же это будет? Мы берем стикеры и добавляем из этой пачки, ну, то есть ребенок добавляет, да, из этой пачки, два волоска этому человечку. И что же у нас выходит? Когда мы добавили недостающие два волоска, мы считаем, сколько же получилось? Раз, два, три, четыре, пять. Соответственно, 3 плюс 2 у нас будет 5. Вот таким вот образом можно заниматься с ребенком весело и интересно, и при этом проводить с ним время, обсуждать какие-то еще интересные идеи помимо школы, и не заставлять ребенка переживать по поводу того, что он чего-то не может или что-то у него не получается. Ищите интересные способы, чтобы превратить скучную учебу в игру. При этом сами участвуйте активно в этом процессе и давайте ребенку понять, что вы его поддерживаете, что вы его любите, и что самое главное – это именно любовь и поддержка, а не то, что есть какие-то ошибки и недопонимания. Я думаю, что это самое главное, что должен знать ребенок, что вы рядом, что вы поможете, и что все в его силах. А на этом у меня сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про наш телеграм-канал, пишите комментарии. Все, пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...